Это произошло 27 августа 2007 года. Boeing 747SR, регистрационный номер JA81919 японских авиалиний Japan Airlines, летел из Мексики в международный аэропорт Нарита в Токио. Мужчина по имени Алан Медина Гонсалес летел на этом рейсе и, как многие другие пассажиры, тихо спал во время полёта. Но самый обыкновенный полёт, который ничем не отличался от тысяч остальных, должен быть стать особенным. После небольшой турбулентности, которая произошла где-то в середине полёта, Алан проснулся. Увидев, что всё снова стало тихо, он решил открыть шторку и посмотреть в иллюминатор, чтобы насладиться великолепным видом. И хотя небольшие облака немного закрывали обзор, вскоре они исчезли, открыв глазам вид острова, который сразу же привлёк внимание Аллана. Алан сразу же начал фотографировать его. Мексиканец хотел сделать наиболее чёткие снимки, насколько позволял ему объектив. В итоге была сделана одна очень любопытная фотография. Алан хотел подробнее рассмотреть её. Он увеличил её с помощью цифрового зума и увидел нечто шокирующее. На песке на пляже острова был сигнал бедствия. Не теряя ни секунды, Алан позвал бортпроводницу. Она, не веря своим глазам, взяла фотоаппарат и отнесла его в кабину, чтобы показать пилотам невероятную находку. Капитан летающего судна сразу же предупредил о ней ближайшего диспетчера на Земле. На Земле, в свою очередь, обратились за помощью к одному японскому предпринимателю, который отправил свой личный самолёт, чтобы проверить информацию. Следуя координатам, указанным диспетчерской вышкой, самолёт отправился на поиски острова, который находился не очень далеко от места вылета. Через несколько минут остров был найден. Пилот доложил, что на песке действительно был написан сигнал о помощи, который сфотографировал мексиканский пассажир. Не теряя времени, власти отправили спасательный отряд, который через несколько часов нашёл тот самый остров. Когда судно максимально приблизилось к нему, на воду были спущены спасательные лодки. Когда люди прибыли на остров, на нём царило пугающее спокойствие и тишина. Члены спасательного отряда, пройдя долгий и сложный путь, наконец нашли сигнал бедствия. Но когда они внимательно изучили его, их удивлению не было предела. Сигнал бедствия был выложен из камней, но размер этих камней был просто невероятно огромным. В одиночку такой камень поднять было невозможно. Члены отряда подсчитали, что сигнал был составлен из 270 камней. Поверить в это было невозможно. Спасатели почувствовали сильное беспокойство при виде этой сцены. Но через некоторое время, собравшись с духом, они решили пройти вглубь неизвестного острова. На своём пути спасатели встретили множество предметов, вырезанных из дерева. Они думали, что вскоре им предстоит встретиться с каким-нибудь племенем. Чем дальше они шли, тем больше необычных предметов им попадалось. Сосуды, стрелы, орудия труда – не идеальные, но эффективные. Обстановка была сюрреалистической. Отряд прочесал остров в надежде найти того, кто оставил сообщение. Но долгие часы поисков, казалось, не приносили никаких результатов. Когда все уже были готовы вернуться, один из спасателей увидел человека, сидящего на дереве. Его руки были опущены, а взгляд потерян. Один из членов спасательного отряда решил подойти к этому человеку с длинной бородой, который молча смотрел в никуда. Но когда спасатель подошёл к дереву, когда он посмотрел в лицо тому человеку, произошло неожиданное. Оказалось, что единственный обитатель острова был уже мёртв. Спасательная операция, отправленная на поиски жертвы катастрофы, подошла к неожиданному финалу. Но в этот момент стало появляться ещё больше вопросов. Где были останки лодки, на которые он приплыл на остров? И кем вообще был этот человек? Найти информацию о нём не удалось, не было никаких записей о происшествиях недалеко от того места, где находился остров. Также не было никаких сообщений о пропавших людях. Этот человек будто и вовсе не существовал. И как он оказался на острове? Как он выложил надпись из огромных камней? Ничего об этом человеке неизвестно. Ни как он оказался на острове, ни кем он был в обычной жизни. Почему не было сообщений о его пропаже? Почему при всех попытках идентифицировать его личность никому не удалось это сделать? И к тому же нет никаких записей о крушениях самолётов и кораблей на острове или рядом с ним. В итоге человек так и остался загадкой. Никто не может дать точного и убедительного ответа, поэтому этот случай так и останется загадкой. Нет никакой возможности получить больше информации об этом человеке, который, к несчастью, оказавшись в непростой ситуации, не успел дождаться помощи. Единственное, что у нас есть, это фотография сигнала о помощи, сделанная из самолёта. Однако экипаж того рейса убеждает, что ничего этого не происходило. Это было просто невозможно. Сколько времени тот человек ждал помощи, к несчастью она прибыла, когда было уже слишком поздно. Мужчина, должно быть, много времени находился на острове, в ожидании и поисках спасения. Однако в поиске и произошла вся его жизнь.